Девушки отдыхают 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 Да Прошу прощения Это семья Курчатовых Ольга Филипповна И Ольга Владимировна Получается Мама и дочка Возможно Судя по возрасту Мама и дочка Семье Курчатовых Огромный пламенный привет Кто-то бежит 100 Кто-то 80 Кто-то 22 Вот такие вот Беговые Ультрамарафонские династии Здесь присутствуют Приятно, что отмечают И свои регионы Выносливости вам Ребята, наша гордость номер 1039. Грузьевы бегут. Сегодня много таких интересных историй. Они, конечно, превращают эти события из обычной гонки со стартом, финишем и промежутками в настоящий альманах истории, в которых можно засесть и читать. Когда мы со Всеволодом ехали в поезде, то зачитывались историями. У много довольно забавных. Есть и вдохновляющие, есть курьезные случаи. Ну и, конечно, поддержка. Вот видите, Ивану, Александру. Я уверен, что сегодня в зоне транзита, когда участников будет все больше и больше, а совсем скоро это уже случится, мы будем передавать эти приветы с помощью Кирилла Цветкова, который будет там работать в качестве репортера. И отсюда, я уверен, всем вам приятно посмотреть на своих спортсменов в прямом эфире. Ну вот, кстати говоря, мы видим, что говорят номер 700. Саша, ты можешь? Отметим, что Саша не только может. Саша сегодня еще и отмечает свой день рождения. Если я правильно помню, участник по номерам 700, Александр Федоров отмечает свой день рождения сегодня. Это как раз тот участник, которому слот подарила его девушка. Познакомилась с которым на афинском марафоне. Мы сегодня уже много раз рассказывали эту интересную историю. Номер 28. Ира. Женщин у нас немного, поэтому это Ирина Сапельникова из Ярославля, которая, кстати говоря, возглавляет сейчас женский зачет, как мы знаем. На отсечке 48 километров она показывала лучший результат среди девушек. Ну и я думаю, сейчас уже можно отметить, как там бегут все девушки, так как все преодолели этот отрезок дистанции в 48 километров. Никто из участниц пока еще не сошел из тех, кто вышел на дистанцию. И вот Ирина Сапельникова возглавляет соревнование. У нее результат 5 часов ровно на отсечке. 48 километров. 14 минут ей проигрывает даже чуть меньше. 13 минут 20 секунд проигрывает Алена Шевчук, с которой мы тоже говорили перед стартом. Ну и которую даже наш корреспондент беговой Александр Ивакин, который вот только что буквально здесь сидел с нами, допрашивал на дистанции. И вот Алена сейчас идет на второй позиции. Ну и третье место у Натальи Чужовой. Она, правда, уступает порядка 15 минут сейчас второму месту. Ну вот так вот распределились ровными такими промежутками. Примерно там 13-14 минут между участницами. Но, как мы понимаем, на такой длинной дистанции, 205 километров, вот эти 14 минут, это просто мгновение, которое мелькнет и нет его... Дистанции, где даже финиш сложно предсказать. И даже сами участники до конца не знают, как все пойдет. Рассчитывать на что-то, надеяться и быть уверенным довольно сложно. Организм тоже может как-то, не знаю, непредсказуемо среагировать. Здесь нужно слушать себя. Мне здесь очень хорошо вспоминаются слова Александра Кованова, с которым мы живем в одном доме. Так случилось. Участник забега на 205 километров. И он сказал, что на жарких гонках бывает, что он бежит в состоянии управляемого теплового удара. Здесь можно провести параллель и вообще с любыми сложностями в состоянии управляемого, не знаю, кризиса или как-то так. Но это действительно спортсмены сильного духа. Это железные люди, которые умеют слушать и чувствовать себя. У них за плечами как минимум 100 километровая дистанция для того, чтобы можно было заявиться на Эльтон Ультра Трейл, Лост Лейкс Ультра. На дистанцию затерянных озер, на ультрамарафон затерянных озер. И, конечно, нужно действительно владеть своим состоянием, четко себя чувствовать. Итак, вот лучшие из женщин на отметке 48 километров. И давайте посмотрим на их результаты. 5 часов ровно. Это очень хороший темп. Я думаю, на границе 6 минут на километр. С отличным запасом бежит Ирина Сапельникова. Сегодня мы во время ее транзита постараемся узнать, как правильно. За ней Алена Шевчук, представитель Российской Федерации в Международной Ассоциации Трейл Ранинга. Ее все знают. Большой вклад она вносит в развитие российского трейл ранинга. И Наталья Чужова. Да, действительно, разрыв практически ровно по 14 минут. На таких промежутках бегут друг от друга женщины. Думаю, что мужчины помогают им как-то... Выступают как оруженосцы, как пейсмейкеры. Может быть, с какой-то стороны защищают их от ветра. Как джентльмены ведут себя. Ну, пожелаем удачи женщинам. Посмотрим и зафиксируем эту позицию на первой отсечке в Красной Деревне. Будет потом интересно посмотреть, что произойдет дальше. Ну, а что касается борьбы за первую позицию в эстафетах, то вот буквально сейчас с минуты на минуту здесь появятся первые две команды. И я думаю, что вот Роман Тукунов из команды Степной Орлы будет сейчас с минуты на минуту в стартовом городке. Значит, самое время передать слово нашему корреспонденту Кириллу Цветкову, который находится прямо в стартовом городке. Итак, друзья, мы в стартовом городке в ожидании первой передачи эстафеты. И у нас есть возможность поговорить со следующим человеком в команде. Какие ожидания у вас сейчас? Ожидания? Ну, ожидания на победу, будем надеяться. На победу? Да. А ваш коллега идет по плану? Да, он идет по плану, именно как мы планировали все. То есть все четко? Да, да, да. Какой у вас сейчас план на ваш отрезок? Ну, мой отрезок 100 километров. Постараюсь часов за 10 пробежать. У следующего члена команды? Ну, следующий член команды бежит 21 километр. Ему с одной стороны легче, а с другой стороны сложнее. Если мы прибежим с большим отрывом, то он может пробежать налегке. И все, и как бы мы победили. Если что-нибудь пойдет не так, ему придется догонять. И поэтому он придется на последнем этапе вывозиться по полной. Ну, я думаю, что вы не первый раз уже бежите ночную гонку. И готовы, чтобы сделать все так, чтобы передать эстафету с запасом времени? Ну, постараюсь, постараюсь, конечно. Я буду стараться сделать все, что от меня зависит. До этого какие-то еще ночные гонки бегали, участвовали где-то? Ну, ночные гонки. Вот последний феврале, 2 февраля был Кубок России по бегу на 100 километров. Довольно интересный формат. Старт в 10 часов вечера. Какой результат? 200 метров круг там. Ну, реально там 100 километров пробежал за 8 часов 46 минут. Сейчас? Планируете за сколько сейчас? За 10. За 10. Студия. Спасибо огромное Кириллу. Это был участник команды 10-51, команды Степные Орлы Леонид Харьков. И у нас есть довольно много интересной информации, которой Леонид поделился с нами перед тем, как выйти на старт этого марафона. Во-первых, отмечу, что он тренируется под руководством Егора Ручникова, который сейчас сам бежит дистанцию 84 километра. Ну, а пока все внимание на участника, на первого участника команды Desert Eagles, Степные Орлы. И вот она передача эстафеты. Посмотрим. Объятие Роман Токунов передает, как мы видим, и вот этот специальный атрибут, в том числе и, я так понимаю, вместе с этим чип электронного хрометража. Эстафеты даем ему попить. Как впечатление? Пару слов с трассы. Очень круто. Очень круто, спасибо большое. Пробежали так, как хотели? Да, да, да. То есть не придется догонять? Планировали 7.30, 8 примерно. И вот практически филигранно 7.34. Отлично. Как обстановка на трассе? Очень круто. Трасса. Очень бегабельно, если так можно сказать. На ней можно отлично бегать. Я в середине очень быстро, наверное, раскурелся. А потом в конце тяжеловато стало. Но все равно очень круто. Мне очень понравились эти фонарики. Светлячки очень крутые. Ясно. Спасибо большое. Отдыхайте. Переключаемся на студию. Огромное спасибо Кириллу. Спасибо, конечно же, и Роману Токунову, что после того, как он пробежал 84 километра за 7,5 часов, он также поделился с нами. Ну, все участники здесь находятся в таком... В такой ажитации, я бы сказал, в хорошем настроении. И с удовольствием делятся своими впечатлениями. Даже если и устали. Да, 7,5 часов это долго. Работа сложна была. Ну и вот отметим, что почти 20 минут прошло с того момента, как преодолел свою дистанцию, первую часть дистанции Артем Сыстеров, после того, как прибежал после него Роман Токунов. Здесь словно чемпиона встречают лидера эстафетного зачета среди мужчин, среди мужских команд. И посмотрите, какую заботу, какой заботу окружают участника-волонтеры. Здесь и горячий чай, и теплое покрывало, и большое внимание от операторов, от фотооператоров. Кстати говоря, наш фотопартнер сервис sportdefisimages.ru и у каждого участника есть возможность сразу после гонки, буквально через 1-2 дня, получить лично свои фотографии, отсортированные по стартовому номеру. И команда фоторепортеров в данном случае тоже очень сильные и выносливые спортсмены. Им приходится помимо передвижения по трассе, по многокилометровой трассе, также таскать и довольно тяжелые фотоаппараты, объективы. Это большие сумки, плюс выбрать хороший ракурс и отстреливать спортсменов. Так они называют тот процесс фотографирования. Тысячи фотографий, если примерно прикинуть, то на 700 участников это будет, наверное, 20-30 тысяч фотографий. Обычно такой массив данных выходит в результате у фотографов, и уже на пути домой они начинают сортировать, удалять неудачные снимки и выкладывать, загружать на свой портал. Так что у каждого из болельщиков и спортсменов есть шанс получить лично свои фотографии, будь то днем или ночью или на рассвете. Великолепно, я думаю, вот эти снимки стали бы лучшей иллюстрацией настроения, которое царит сегодня в городке, в финишно-стартовом городке Эльтон Ультра 2019. Токунов получил, я уже не знаю, сколько объятий, сложно сосчитать. Здесь сотни, наверное, ровно 84 за каждый километр, но волонтеры в предвкушении, они заряжены, им хочется отдать часть своей энергии, которую они накопили, и, конечно, им грустно здесь находиться без спортсменов, ведь именно взаимодействие с участниками и дает большой приток энергии и вдохновения. Заряжаются и удивляются, да, для многих это, возможно, первое участие в организации. Ну что, Токунов, следом за ним побежал Леонид Харьков, председатель команды Desert Eagles. Мы уже сказали, что с ним связано много интересных историй. В своей анкете он сказал, что начал готовиться к своему первому марафону вместе с младшим сыном Сергеем 4 года назад. Затем они начали тренироваться вместе, и на первом марафоне в 2015 году Сергей уступил 19-летнему сыну. Сергею Харькову тогда было 47, и проигрыш сыну на первом марафоне его задел, и он решил улучшить свой результат. В итоге дошел до практически гроссмейстерского уровня для любителя. 2 часа 57 минут. Это марафон из трех, одна из заветных целей для каждого любителя. Ну а в этом году он уже отметился седьмым местом на Кубке России по бегу на 100 километров. Так что 100 километров для него практически любимая дистанция, я думаю. Вот об этом как раз он и говорил в интервью. 8 часов 46 минут ему понадобилось для определения этой дистанции, и в результате вот он показал седьмой результат. Посмотрим, за сколько сегодня удастся преодолеть эту дистанцию. Тоже вот у него сегодня 100-километровая гонка, но правда несколько в иных условиях. Любопытно также, что Харьков в 2017 году приезжал сюда на Эльтон с травмой голеностопа, которую никак не мог залечить. И не то чтобы бежать, ему ходить было больно. Харьков вышел на старт 38-километровой гонки. Тогда стуга перемотанной стопой. Он успешно справился с дистанцией за 3 часа и 1 минуту. И после финиша пошел с супругой прогуляться к озеру. Ну а нагулявшись вдоволь босиком по золотому озеру, золотому дну Алтын-Ныра, он обмыл ноги и понял, что нога вообще не болит. И теперь Леонид Харьков после соревнований остается на неделю в санатории на Эльтоне, чтобы восстановиться и набраться сил. Вот такая вот отличная история. Я думаю, многим стоит последовать примеру Леонида Харькова из этой команды. Ну а мы с вами видим, как у участников проверяют снаряжение. Для того, чтобы отправиться на старт дистанции в 100 километров, необходимо практически сдать экзамен. И давайте посмотрим, какое снаряжение входит в обязательный список участников. У нас есть такая информация. Вы сможете познакомиться с этим списком чуть подробнее. Ну а пока, судя по всему, это участник из команды Мирико готовится к следующему старту. Это Игорь Малыхин. Ну а эстафеты ему будет передавать Дмитрий Кузин, который сейчас бежит по дистанции вместе еще с двумя участниками. Но, правда, это уже участники именно индивидуальных соревнований. Но и вот сейчас это как раз Павел Кириллов. Ну и компанию ему составляет Геннадий Дубровин. Скоро их встретим здесь. А вот давайте посмотрим еще раз на список обязательного снаряжения. Кратко пробежимся. Рюкзак, полтора литра воды, головной убор, мобильный телефон, налобный фонарь и задний фонарь вы уже могли видеть на кадрах Александра Ивакина. Ну а вернемся в стартовый городок. Дмитрий Кузин. Бегает прямо сейчас стартовый городок для того, чтобы передать эстафету Игорю Малыхину, который вот только и успел сказать, что это мой товарищ, бегает городок. Вот так вот даже чуть-чуть быстрее, чем, может быть, все рассчитывали, включая Игоря Малыхина. Получилось. И вот она, передача эстафеты. Вот этот символ Эльтона в этом году. И разрыв-то небольшой, порядка семи минут сейчас разделяют первое и второе место в эстафетном зачете. Дмитрий, поздравляю с финишем. Семь минут на сто километров, если я правильно почитал, это примерно четыре секунды с километром. Вроде бы ничто, да? Четыреста двадцать секунд на сто километров, всего четыре и две десятых секундочки. Дмитрий, поздравляю с финишем. Как впечатление от трассы? Ну что-то под конец полегчало. Насколько полегчало? Ну еще можно было такую же дистанцию-то махнуть. Может быть, в следующем году двести? Я подумаю. Отлично. Спасибо большое. Спасибо огромное. Игорь Дубровин у нас прибежал, точнее говоря, второму месту в командном зачете. Ну а сейчас сюда прибежали и два участника, я так понимаю, индивидуальных соревнований. Это Геннадий Дубровин и Павел Кириллов. У них задача посложнее. И им нужно сейчас здесь перекусить, попросить наполнить неполностью бутылочку с водой. И затем уже готовится к следующей гонке. На трассе отлично. Всем привет. Привет тем, кто бежит. Вся Москва передает тебе привет. Ты знаешь об этом? Да, конечно. Дочке передаю привет. София, люблю тебя. Маме, жене. Гришу Ленину. Гришу тебе особенно машет рукой, да, и бородой. Что еще нужно? Так, пока все. Держи. Пару слов. Как впечатление, какой настрой на вторую половину гонки? Отлично. На самом деле не хватает этих, как называется, обозначений. Разметки? Да, очень мало разметки. Там даже меньше, чем 200 метров. Бывают вообще прям перегоны. Обязательно передадим организаторам и что-нибудь придумаем по этому поводу. Кстати, пользуюсь случаем, рекламирую часы Суонта. Нет, это в кадр не пойдет, к сожалению. Как у вас дела-то тут? Отлично, ждем тебя. Замерзли? Да нет, нормально. Нам больше интересно, ты не замерзла, у тебя все хорошо. У меня лучше всех. Только не показывайте моему тренерше, что тут прыгаю. Встречный вечер не очень сильный. Массаж, помощь, чай будет. Прочерпная помощь нужна какая-нибудь? Не, 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 не. Да, да. Нет. Нет. Ну что ж, 7 часов 42 минуты 20 секунд понадобилось Геннадию и Павлу Кириллову, чтобы преодолеть вот первый отрезок 84 километра. Здесь же где-то в стартом городке находится и соперник Павла Кирилла, Геннадий Дубровин. Вот сейчас в этот момент, во время передачи, не передачи эстафета, а перехода на следующий этап, может быть разрыв увеличится между Павлом и Геннадием. Но сейчас Геннадий Дубровин из Ярославля и Павел Кириллов идут пока на данный момент, что называется, ноздря в ноздрю. 7 часов 42 минуты им понадобилось, чтобы преодолеть первые 84 километра. Ну, разрыв уже от лидера, от Артема Сыстрева составляет почти полчаса, чуть-чуть меньше. Ну что, смена экипировки. Здесь уже помогают организаторы. Посмотрим внимательно, что забирает себе на следующий этап Павел Кириллов из Москвы. Таблетки, может быть, более утоляющие. Ну, мы видим здесь спортивные гели. Вот они, проницаемый пакет. Возможно, там находится паспорт. Выбирают другой рюкзак. Смена рюкзаков – это нормальная практика. Ну, а документы необходимы, потому что соревнования проводятся в приграничной зоне, на границе Российской Федерации и Казахстана. Так что, если кто-то заблудится и окажется в Казахстане, то паспорт будет в самую пору, что называется. Ну, и здесь же где-то рядом Геннадий Дубровин. Вот в соседних, наверное, части стартового городка. Не в софитах. Вот, но также мы знаем, что вот он преодолел дистанцию одновременно. Может быть, уже даже и убежал. Ну, вот находится порядка четырех минут сейчас Павел Кириллов в транзитной зоне. Это дольше гораздо, чем здесь находился Артем Сыстеров. Как мы знаем, полторы минуты Артему Сыстеров понадобилось. Но Артем кроссовки не менял, ничего там не переодевался. И, в принципе, мы видим, не так скрупулезно относился к выбору дополнительной экипировки, дополнительного питания. Если Артем Сыстеров быстренько закинул в свой рюкзак несколько дополнительных упаковок детского питания, то здесь более придирчив сейчас к выбору питания и следующего рюкзака Павел Кириллов из Москвы. Ну, и вот сейчас Павел только-только готовится к тому, чтобы уйти на вторую часть. Ну, а вот это, судя по всему... Да, это пока еще... Да, наверное, это как раз Геннадий Дубровин, который также сейчас переодевается, готовится к следующей части этого марлезонского балета. Представитель города Ярославля, номер 56, сейчас как раз вот надевает новый рюкзачок. Рюкзак тоже, он не торопится в транзитной зоне, тоже уже около пяти минут, ровно пять минут находится на данный момент Геннадий. Ну, собственно говоря, там, я думаю, периферическим зрением могут наблюдать друг за другом Павел и Геннадий и вдвоем бежать веселее. Пока не стоит думать о соперничестве. Наверное, сейчас как раз-таки можно вместе пробежать эти 100 километров. Послушаем, Геннадий. Борьба будет с коллегами? Надеюсь, мы вместе добежим. Отлично. Как по дистанции впечатления вот сейчас? Как ночью бежалось? Хорошо, только вот километров 40 встречный ветер. Ну, в принципе, все в одинаковых условиях. Не холодно во второй половине дня? Нет, все нормально. Да, все хорошо. Будем надеться, дышать. Будем постараемся. Скоро светло будет. Спасибо. Все. Удачи на гонке. А мы какие идем вообще? Ну, так. Третий? Да, третий. Ну, вы сейчас вторые. Ага. Геннадий, через кухню идем. Давай, давай. Еще здесь давай. Отдыхай, отдыхай. Что еще послушаем? Марина. А, привет, да, можно передать? Можно передать сейчас привет и все что угодно рассказать. Привет любимой жене Жуковым, Мигдалевым, Дубровиным. А кому еще? Даже не знаю. Всем друзьям, родным и близким. За вами наблюдали? Кто еще за вами бежал? Не боитесь, что сейчас будут догонять? Я думаю, что за делу есть неплохой. Все по плану проходит? Как планировали, так и бежится? Да, сейчас пока все по плану идет. Будем надеяться, что он продержится до конца. И если не секрет, за сколько хотели пробежать? Хотелось бы, в первую очередь, это вообще финиш. А второе, это 20 или из 20 часов. Отлично. До этого какие-то длинные гонки, супердлинные бегали уже? Торды Джайанс в том году. Сколько километров? 350 был и 30 тысяч набор. Ну, за 128 часов получилось. 128 часов бежали? Ну, это получается просто прогулка сегодня. Будем надеяться, что это так. Большое вам спасибо. Хорошо, на дистанцию удачи. Переходим к комментаторам. Спасибо огромное Кириллу. Спасибо, конечно же, и Геннадию, что он поделился и приветами, и рассказал о своем участии в Tour de Giants. Действительно, это гигантская дистанция. 350 километров. Набор высоты даже больше, чем сказал сам Геннадий. 31 тысяча метров. И 128-129 часов на дистанции находиться. Это, конечно, очень много. Ну, вот в 6 раз больше, чем предполагает сегодня находиться на дистанции сам Геннадий. Вот он сказал, что надеется выбежать из 20 часов, ну, или в районе 20 часов пробежать вот эти 205 километров. Отлично за ком он с трассой. И на Эльтоне он уже в четвертый раз. И, я думаю, знает, какие кроссовки подобрать, какую экипировку выбрать. Ну что, посмотрим за его персональным челленджем, за вызовом. Пробежать быстрее, чем 20 часов. Что Дубровин действительно поражает. Ну, кстати говоря, он как раз тоже недавно буквально занимался лыжными марафонами. То, о чем мы говорили в нашей трансляции. И вот теперь переключился на и шоссейные велогонки, и на горные забеги. И его больше всего нравятся как раз супергорные трассы. А так он, между прочим, слесарь-ремонтник. Вот такие слесарь-ремонтники у нас на дистанции. Дубровин написал, что ультра – это жизнь. Ну и что? Пара, дуэт, тандем Дубровина и Кириллова отправляется на дистанцию. Я думаю, это лучшая из возможных тактик, которую можно выбрать. Действительно. И отметим вот то, о чем ты говорил, что был вторым на первой отсечке 48 км отнюдь ни Геннадий Дубровин, ни Павел Кириллов. А вторым-то был на тот момент Роман Первухин. Но сейчас ситуация... Прошу прощения, Владимир Первухин, конечно же. Владимир Первухин пробежал первые 48 км с результатом 4 часа 12 минут. Он опережал на пару минут вот этот дуэт Геннадия Дубровина и, соответственно, Павла Кириллова. Но сейчас уже где-то потерялся на дистанции чуть-чуть Владимир Первухин. Ну что, а у нас финиш одного из участников эстафетной команды. 10.54 номер этой сборной. Видно было, что по ускорению финиш. Ну и посмотрите, как быстро нужно достать символ Ильтон Ультра, передать его дальше. Объятие, горячее объятие. Все удалось, что запланировано. Все хорошо. Волонтеры молодцы. Дистанция отличная. Супер. Все, отлично. Настолько быстро это все происходит, что не удалось осознать. Команда, которая занимает сейчас второе место в командном зачете. И вот Андрей Муртинцев передает эстафету Тарасу Байдыку, который просто-напросто мгновенно скрылся практически из глаз. И он пытается отыграть то отставание. Третье место, конечно же, занимает команда Time for Run Boys. И пытается отыграть то отставание, которое есть у этой команды сейчас Тарас Байдык. Внимательные, заботливые, предупредительные. Супер. Спасибо. 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 Действительно красавчик Владимир. И он в четвертом вбегает сейчас в стартовый городок. Но отметим, что на отсечке 48 километров Владимир занимал второе место. Пару слов о дистанции. Пару слов о дистанции. Ну что, дистанция 80 километров. В общем, все неплохо. Как удалось ее? Как преодолелось? Легко? Сложно? Да нормально, что. Беги себе, беги, знаешь, как масленица. Раз-два, раз-два, раз-два. И все. Главное, ногами передвигать. Никаких потертостей, травм. Да, наверное, мозолька есть. Доктор, только побрызгай. Доктор, ножик? Не, не надо. Спасибо. Не, помыть ноги-то надо. Давай. Все по плану проходит. А что, в рюкзаке достаньте, пожалуйста, два носка у меня. Ну, мешок с носками. Сейчас у нас, да, грандитная зона. Здесь, Добровский, наверное, да? Стреможный. Владимир Владимирович. Номер 26. Личный зачет 205 километров. К нам. Нет никаких, я уже не устаю повторяться. Нет никаких преград. Дождь. Вот для меня, для коренной петербурженки. Это вот так. И все. Вообще легкотня. Это легкий дождик. А вот для человека, который сейчас убежит на фоточку километров, вот вообще вообще никакая преграда. Ну, немножко поморосит. Да, почему нет? Итак, сейчас у нас Владимир отдыхает, выдыхает, проверяет снаряжение экипировки. Давай, давай, давай. Все ли есть, ничего ли не потерял на подороге, я надеюсь. Быстрее. Ну, и, конечно, тоже бегуны приближаются. Ну, что ж, Владимир вот немножко переживает, как мы видим, хочет и побыстрее отправиться на следующую часть дистанции. Но мы видим, что у него отставание сейчас не такое уж большое, не принципиальное, он проигрывает порядка 11 минут на входе в эту транзитную зону. Но мы видели, что Павел Кириллов, Геннадий Дубровин не торопились. Они провели, по-моему, около 7 минут где-то здесь, в этом городке. Поэтому убежали. Даже, я думаю, видел Владимир Перухин, что убежали они буквально там за пару минут до того, как он вбежал. Ну, и, значит, в принципе, если сейчас много времени Владимир не потратит в этой транзитной зоне, тогда его отрыв может сильно сократиться. И там будет составлять минут 5-6, может быть. Но пока не будем опережать события. Может быть, Владимир тоже предпочтет поспокойнее здесь вести себя в транзитке. И, может быть, тоже проведет здесь немало времени. Ну что, помыл он ноги, сказал о том, что натер уже одну небольшую мозольку. Выражаясь его, да, цитата. Ну, а сейчас сменные носки и уже следующий этап его дистанции. И, наверное, следующая пара кроссовок, скорее всего. Хотя тут не факт, может быть, и то же самое он использует. Ну, а вспомни, как проходил транзитную зону Артем Сыстров. Остановился буквально на полторы минуты. Уже здесь он обыгрывает своих ближайших конкурентов и соперников на 5 минут. Чего стоят эти 5 минут на 205 километров? Особенно, чего стоят эти 5 минут на последних 20-30 километрах? Наверное, сложнейших из всех 205 километров. Внимательное и заботливое отношение волонтеров, которое потом уже будет не так концентрировано на одном участнике. Но сейчас это вполне обоснованно. Всем интересно, все находятся в предвкушении. И такое внимание, нужна ли врачебная помощь. Ну, конечно, нет, это лидеры. Ну, с другой стороны, тоже хорошо. Ну что, по-прежнему продолжается гонка Lost Lakes Ultra. Есть и те, кто сошел с дистанции. Есть у нас сообщение из Красной деревни, с пункта на 48-м километре. Да, уже сошел, например, участник под номером 21. Это Сергей Терентьев из Москвы. Ну, вот так вот, да, иногда складывается гонка, что приходится завершить эту дистанцию. Ну, тут тоже разные могут быть вопросы. Вопросы могут быть и с тем, что может быть сложно ложиться в лимит, может быть там какая-то проблема. Условно говоря, может всегда случиться, когда камешек попал в кроссовок, нога натерлась до крови и дальше уже становится сложно продолжать движение. Ну, в общем, много чего может случиться. Все мы не застрахованы от каких-то сложных моментов. Даже лидер Артем Сыстеров, который сейчас вот почти на полчаса, может быть, даже уже более чем на полчаса переезжает ближайшего преследователя, тоже человек, он не машина. И здесь машина, ну, разве что вот эти роботы космические, которые есть в стартовом городке. Хорошее наблюдение. Итак, на часах практически 8 часов, а на нашем промежуточном, на промежуточной контрольной точке спортсмены должны оказаться через 10 часов 30 минут. Если же они не уложатся в этот рубеж, в этот норматив, то они будут дисквалифицированы. У них есть еще 2,5 часа, даже чуть-чуть больше, для того, чтобы успеть отметиться на точке 84 километра и затем продолжить бег. Довольно, я бы сказал, посильный темп для многих. Но в то же время такое достаточно... Нельзя расслабляться, скажем так, потому что в любой момент может оказаться так, что где-то ты потеряешь время на ту же вот транзитную зону, на переодевание и так далее. И запас исчезнет. Поэтому расслабляться нельзя никому. Ну, а так-то еще пока 2,5 часа у нас есть, чтобы здесь встречать в стартовом городке, в поселке Эльтон, Волгоградской области, участников супертрейла Эльтон Ультра. На самом деле вот эта дистанция называется Лост Лейкс Ультра. Затерянные озера, так как проходит эта трасса и вокруг озера Эльтон, и еще бегут участники до озера Баткуль на границе России и Казахстана. Половина этого озера принадлежит России, половина Казахстану. Ну и вот будем надеяться, наши участники все будут придерживаться прямой вот этой, как стрела трассы по ракетному полигону Капустин-Яр, знаменитому полигону, где здесь в том числе ковался ядерный щит нашей родины 60-70 лет назад. Ну и здесь вот как раз по трассе этого полигона, по пустыне практически, и будет проходить эта гонка от озера Эльтон до озера Баткуль и обратно. В темноте, может быть, не так важна видимость, потому что в темноте все равно темно, видно только маячки участников, но днем там будет очень высокая видимость, 16-18 километров прямая видимость в пустыне. Ну а наш участник четвертый по счету Владимир Первухин отправляется как раз-таки на вторую часть этого суперзатяжного забега, и впереди у него 100 километров. Ну и я думаю, что, может быть, мы даже еще раз сможем посмотреть на карту забега, для того, чтобы вновь наши зрители смогли оценить, насколько вот эта непростая дистанция. Напоминаю, что здесь выдается участникам, кто преодолевает эти 205 километров в одиночку, 6 баллов Международной ассоциации трейл-раннинга. Это самый высший балл, и только лишь 136 гонок по всему миру получили такое признание. Вот она, трасса, и вы видите, что сейчас находятся в стартовом городке участники, но и это только лишь вот мы сейчас видим черным таким цветом трассу, ту, которую уже преодолели 4 участника. Это Артем Сыстеров, Павел Кириллов, Геннадий Дубровин и Владимир Первухин. Они сейчас вот преодолели эту черную трассу, и по желтой линии отправятся вниз, вот за нашу карту к сторону озера Баткуль. Ну вот в правой стороне вы видите как раз карту, там где вот лошади скачут на границе России и Казахстана. Вот туда как раз и отправляется к озеру Баткуль по ракетному полигону Капустин-Яр наши участники. И там будет прямая, как стрела, дистанция вот по степи, 34 километра в одну сторону, 34 километра в другую сторону. Ну фактически вот на середине этой прямой можно, если будет уже светло, оглянуться назад, увидеть всю-всю-всю прямую, посмотреть вперед, увидеть вот место разворота. И там будет серьезное испытание психологическое, в первую очередь, для участников, чтобы не сдаться. Кризисный момент многие ожидают именно вот на этой длинной прямой. С одной стороны спортсмены будут у тебя буквально под боком, и будет возможность хоть на что-то обращать свое внимание вместо вот этих бесконечных монотонных пейзажей. Но с другой стороны, как раз таки, Силу, ты правильно заметил, кризисный момент, вероятно, наступит именно там, далекая, прямая, где легко, наверное, сбиться с толку, немного потерять ориентацию. Эти бесконечные линии электропередач и уходящий за горизонт вот этот чистокол столбов. Еще один участник под номером 34, если я правильно увидел, довольно легко и бодро забегает транзитную зону. Это Юрий Щеголев из Санкт-Петербурга. Который бежал, кстати говоря, на пятой позиции и на отметке в 48 километров. Ну что, представитель северной столицы, давайте послушаем, о чем он говорит, о чем успевает перекинуться с фразами с волонтерами. Укрывает, посмотри, как заботливо. Налить водички. Да, в общем, все только начинается. Все начинается по плану, как ты задумывал. Да, 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 все пока в порядке. Горячее питье будете? Чай горячее. Чай, чай, чай. Чай есть. Как бег ночью? Нормально. Немного же грустил, но а так в порядке. Ветер, ничего не мешает? Ветер, много ветра. С экипировкой угадал? Да. Что еще? Что еще? Все как надо. Спасибо, Раджик. А что достать? Так. Спасибо, Раджик. Болонтеров, которые могут справиться с любым человеком, который у нас возникает на дистанции. Пожалуйста, вот здесь. Спасибо. Ветер, много ветра, сказал Юрий Щеголев. Не жарой, так ветром испытывает матушка природа участников Эльтон Ультра Трейл. Ну что, испытания лишь добавляют шанса гордиться собой больше. Ну и такие вызовы, такие ультрагонки не могут быть простыми по своей природе, что в принципе нормально. Я уверен, что за Щеголевым сейчас наблюдает огромное количество участников, несмотря на то, что со старта прошло уже 8 часов и 5 минут. И посмотрите, сколько времени проводят в транзите представители Северной столицы. Сильно проигрывает уже Сыстерову, но пока идет по графику Дубровидой Кириллова. Да, действительно, сейчас только началась транзитка, по сути, для Юрия. И, естественно, что он, может быть, даже и побыстрее пройдет ее. По крайней мере, не видно, что он хочет там переобуваться. Может быть, менять носки или что-то еще. Похоже, что довольно быстро он собирается сейчас отправиться на вторую часть этого забега. Ну и если это будет действительно так, то тогда он, судя по всему, отыграет немало минут именно здесь, в транзитной зоне. Чуть поведленнее, чем, наверное, Артем Сыстеров, но, тем не менее, очень быстро он прошел эту транзитку. Ну что, где-то 2,5 минуты он провел в транзитке и даже, может быть, чуть-чуть меньше. Потрясающая скорость и воля к победе. Я думаю, он понимает, что происходит. Убежали от него спортсмены. И он понимает, что находится на пятой позиции. Очень близко к тройке призеров. И шанс в нем очень-очень высокий. Юрий Шоков... Сюда, в транзитную зону, он проигрывал ровно 20 минут второму и третьему месту. Но я уверен, что сейчас отставание уже составляет, получается, минут 15. Ну что, на следующей отсечке хронометража мы сможем с вами посмотреть, как изменилась позиция. И после вот этой вынужденной остановки в транзите, как себя чувствуют спортсмены, насколько они готовы бежать быстро после вот этого жонглирования своей экипировкой практически в транзите. Да, первая пятерка определилась среди одиночных участников, мужчин. Ну и отметим также, что вот как раз вы видите эту пятерку на экране. Ну и, помимо всего прочего, команды эстафетные, они также уже тоже определили первую группу. Мужчины лидируют, мужские пока только команды. Напомню, это и Степные Орлы, Мирико и Time for Run, Boys. И мы ждем первую смешанную эстафету, которая, напомню, также разыгрывает, собственно говоря, отдельный зачет, отдельные призовые деньги. И пока возглавляла смешанный зачет команда под названием «Бегомишки», которая совсем скоро здесь появится. Ну смотри, что интересно. Артем Сыстеров на отметке 84 километра оторвался от Юрия Щеголева, либо тот замедлился. На отметке 48 километров Щеголев отставал на 29 минут, сейчас же проигрывает уже больше 45 минут. Но получается сколько? 53... 48 минут, наверное, если я правильно прикинул. Ну а Павел Кириллов и Геннадий Дубровин находились на отметке 48 километров в 23 минутах от Сыстерова. Ну а сейчас они примерно на этом же отставании. 23 минуты на отсечке 48 километров, а сейчас... Ну, около получаса проигрывают. Ну, проиграли чуть-чуть, да. В общем, мы можем констатировать факт о том, что Сыстеров продолжает нагнетать обстановку и довольно уверенно продвигается, судя по тому, как он стремительно пронес и буквально пролетел в транзите. Настроен он очень решительно. Разве что успел пару фрутонянь, пару пакетиков детским питанием перехватить. Ну, кстати говоря, Саша Ивахин, который здесь с нами сидел, сказал, что фрутоняня не лучший выбор питания, не самый энергоемкий способ подкрепиться. Это не лучшая конкуренция спортивным гелям. Но слабое место Сыстерова как раз-таки желудочно-кишечный тракт и пищеварение его часто подводило. Именно поэтому он выбрал вот эту привычную для его детей, я думаю, и для него, наверное, на длинных тренировках фрутоняню. И будет надеяться, скрестив пальцы, что обойдут его стороной проблемы с желудком. Да, напомним, что вот ты упомянул о том, что это не только его любимое питание, но и его детей. Напомню, что сейчас в родном городе Артема Лысьва, да, Пермского края, знаменитом городе, для всех у кого есть там различные плиты электрические или не только. За него переживает его семья. Это жена Татьяна, старшая дочка, четырехлетняя Полина, двухлетний Ярослав, сын. Ну и они, конечно же, желают успеха своему главе семьи. И Артему Сыстреву не просто приходилось вот последние две недели, приболели у него дети, спать из-за этого не приходилось. Плюс он ездил по работе в командировку на две недели. Также вот сюда добирался тоже, ну не то что с приключениями, но с долгой ночной пересадкой в Сызрани. Тоже два поезда сменил, но вот сейчас Артем Сыстрев, вот наверное, при помощи вот этого тоже детского питания постарается оторваться. Да, как сказал Александр, может быть не самый энергетически насыщенный выбор, но главное проверенный. И вот как говорят, знаете, да, что самая короткая дорога знакомая дорога. Также вот и здесь самое выгодное питание, это не то, которое больше всего калорий тебе даст, а то, которое ты знаешь, что оно не доставит проблем в первую очередь. Вот результаты Артема Сыстрева на ваших экранах. Напомню, что это победитель Кубка России по суточному бегу. 265 километров он преодолел за 24 часа. Еще любопытно отметить, что Артем Сыстрев тренируется самостоятельно. У него нет наставника и те знания, которые он же приобрел за свою довольно продолжительную спортивную карьеру, он использует для покорения и преодоления марафонских и ультрамарафонских дистанций. Изначально он не из Пермского края, а он коми-пермяк. Это отдельная национальность, довольно любопытная. Еще один известный коми-пермяк это Владимир Никитин. Выдающийся средневик, выдающийся легкоатлет современности. Один из рекордсменов России. Бегает он милю. Также отмечается и на шоссейных пробегах. Никитин также скромен, но очень-очень вынослив. Я думаю, он еще порадует нас огромным количеством выдающихся результатов. И ему пророчат великолепную карьеру и в стаерском беге. На длинной дистанции все ждут, когда же Никитин начнет покорять международные марафоны. Но до этого времени у него есть еще чем заняться. А вот Цистеров учился сначала в Кудымкарском лесотехническом техникуме, затем в Политехническом университете Перми. Ну а после женитьбы уехал на родину жены в Лысьву, где живет и сейчас. Он заочно учится в Чайковском институте физкультуры и спорта и тренирует детей в Лысьвинской спортшколе. Дает всего себя воспитанию подрастающего поколения. Сказал, что даже в эти самые важные, наверное, для выступления на ультрамарафоне крайние две недели, он поехал на сборы, поехал на соревнования в Пермь вместе со своими воспитанниками. Мало спал, что в принципе неудивительно для сопровождающего и тренера. И сюда добрался в принципе не самым свежим и отдохнувшим, что говорит не в его пользу. Но с другой стороны, настрой, крепкий дух и сила с Истерова как раз-таки в том приличном спортивном багаже, в том опыте, в той силе и выносливости, которая находится в его стальных практически мышцах. Невысокий, худой, но очень и очень выносливый. Вот такие вот железные люди. Крайне приятное впечатление он оказал на нас со Всеволодом на утреннем таком брифинге, который мы проводили. И общались со спортсменами, такое небольшое интервью дал, рассказал все подробно, с удовольствием поделился. Вот такие вот обаятельные спортсмены и становятся звездами легкой атлетики благодаря своей открытости. И, ну, как мы видим, несмотря на то, что Кириллу Цветкову он подробное интервью не дал, все-таки он спешил и он является главным президентом на победу. Ну, а результат, с которым он финишировал на Кубке России по суточному бегу в 2018 году, это уникальное достижение, один из лучших результатов в истории российского суточного бега. Это седьмой лучший результат в истории. Ну, Артем, собственно, бегает очень давно. Но специализировался он всегда на марафонской дистанции. Начинал он, кстати говоря, со средней дистанции, но затем, да, перешел уже в более длинные. Но есть такое мнение, что, по большому счету, все, что длиннее километра, можно бегать. Просто немножко изменив свою подготовку, могут бегать участники. Ну, есть много примеров. Тот же Хишам Эль Геруш или Хайли Гебреселаси. Они начинали с побед на коротких дистанциях, полтора километра, три километра, пять километров и так далее. Ну, и затем выигрывали марафоны. Ну, как сам сказал Артем, что он действительно строит свою подготовку от скорости. Это его сила. Да, можно идти от выносливости, как иногда делают те, кто сразу уходит в длину. Я могу привести пример Федора Шутова, который, кстати говоря, пришел в марафонский бег, вдохновившись одним из участников Эльтон Ультра Трейл Алексеем Белослуцевым, который побежит через примерно, уже получается, менее чем через пять часов, побежит 100-километровую дистанцию Боткуль Ультра Рейльс. Ну, по крайней мере, заявлен Алексей, потому что все может случиться. Мы видим, что не все участники выходят на старт. У кого-то свои проблемы, может быть, семейные дела, еще что-то кто-то приболел. Естественно, в больном состоянии выходить на старт 100-километровой гонки. Себе дороже, и никто не будет рисковать своим здоровьем. Но, в общем-то, мы ожидаем участия Алексея Белослуцева, который буквально там 15-20 лет назад бегал в марафон с результатом 2 часа 14 минут. Очень серьезный результат. Ну, а вот как выглядит пятерка лучших на дистанции ночной гонки. А буквально, я думаю, уже через минут 45 мы будем ожидать на финише лидера, а может быть, даже и чуть-чуть пораньше. Вот, вы видите, что возглавляет соревнование Юрий Тарасов. На 4 минуты он опережает Егора Ручникова. Ну, а дальше довольно большой разрыв. Артем Зыкин уже находится на третьей позиции с отставанием в 20 минут почти. Ну, и тут уже должно случиться что-то экстраординарное для того, чтобы Артем Зыкин смог вмешаться в борьбу за первые два места. Ну, а дальше мы видим, тоже есть разрыв. Алексей Преображенский, номер 264, представляющий Хантамансийский автономный округ, город Сургут, располагается на четвертой позиции. Ну, и на пятой позиции Алексей Долинский из Московской области и из населенного пункта Котельники. Вот так выглядит пятерка лучших. И совсем-совсем скоро мы уже будем приветствовать здесь, ну, возможно, Юрия Тарасова, а может быть, и Егора Ручникова. Пока нельзя, наверное, делать какие-то ставки. Хотя, конечно, букмекеры наверняка бы сейчас самый меньший коэффициент бы дали на Юрия Тарасова. Как наиболее вероятного претендента на победу. Но и как бы то ни было, уже в течение ближайших 45 минут мы ожидаем здесь лидера победителя. Первого победителя сегодняшнего дня, потому что мы еще заранее не отдаем победу Артему. Сыстированной дистанции 205 километров. А вот здесь, в стартовом городке, в поселке Эльтон, совсем скоро станет известно имя победителя гонки под названием Эльтон Найт Ультра. 84 километра вокруг озера. Ну что, тройку лидеров мы уже сегодня представляли. А на четвертой позиции один из потенциальных, я думаю, призеров этой гонки, Алексей Преображенский. Номер 264 с довольно хорошим результатом на марафонской дистанции. Его личный рекорд 2 часа 43 минуты. До этого он уже пробежал три ультрамарафона, но на Эльтоне он бежит впервые. И любопытно, что никогда у него не было желания не бегать ни трейлы, ни ультрамарафоны. А причиной выбора ультрадистанции трейлов стал отзыв его друга, который рассказал ему и поделился своими впечатлениями. И тогда появилась такая вот шальная идея его преображенского мысли. А что если попробовать? Что если рискнуть и проверить себя? Всегда его интересовали шоссейные забеги. И на первом ультра трейле было только одно желание у Преображенского. Быстрее бы все это закончилось. И что это мой первый и последний ультра. А мы видим, что это уже четвертый ультрамарафон Преображенского. И у него есть все шансы. Я очень люблю наблюдать за подобными интригами. Все шансы оказаться призером вот такого уникального, грандиозного, масштабного события под названием «Эльтон Ультра Трейл» на дистанции «Эльтон Найт». Да, 84 километра. И, ну, может быть, если не через 45 минут, то через час точно должен быть уже лидер здесь. По крайней мере, мы знаем, что в прошлом году Юрий Тарасов преодолел подобную дистанцию на 2 километра покороче за 5 часов 55 минут. Но, как вот уже поделились с нами участники, ветер на последних 40 километрах дистанции очень-очень серьезный, встречный. Ну, это можно было на самом деле предполагать, потому что мы видели, какой попутный ветер на первой части дистанции. Ну, и так и оказалось, что разрыв довольно большой. Итак, у нас свежие новости с дистанции. И участник под номером 710, выступающий на дистанции «Эльтон Найт Трейл», к сожалению, сошел с дистанции и просил передать своей супруге, что сошел из-за того, что у него были судороги. Чемпион «Эльтон Ультра Трейл 2018», который выиграл здесь с рекордом трассы, ну, установил рекорд трассы, к сожалению, сошел. И вот такое бывает. Вот вам непредсказуемая гонка. Да. Вот такая информация с трассы. Юрий Тарасов, лидер на отсечке 48 километров. Представитель Новосибирска, судя по всему, сходит с дистанции. Ну, он сошел, судя по всему, на 62-м километре. Оставалось около 20 километров ему до финиша. Но пока послушаем Сергея Михайленко. Все идет по плану. Все идет по плану, да. Как ночной бег. Нет. 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 Заброска, заброска, да. Заброска, заброска, да. Всю поддержку, всю помощь, пожалуйста, нашим лёгким ответам, нашим дисплецам, внутренним работам. Оказывайте, у нас это прямой эфир. Родные, близкие, родственники, просто незнакомые люди. Вы за этим я здесь сказал. Смотрите, что творят эти ребята. Что они, я вижу это вживую, не передать эмоции. Вы можете просто наблюдать на 600-х, а вот это бессонница, в 20-соротнем волокон полумырения. Он проспорта, бессон. А ну-ка, я подъеду, отлично, ребята только пролежали 83 километра. Итак, первое, он закончил, он прошел концу, и это уже все хорошо. Представь, то быть, если я правильно помню, что побороться за десятку он точно должен, вот так вот заявил он. Ну а его коллега сейчас по транзитной зоне. В этом году на Льтоне во второй раз. И после предыдущего раза собирался бежать 100 миль, но дистанцию решили сделать побольше. Выбора у него не осталось. Пришлось бежать и выбирать дистанцию длиной в 205 километров. Вот он на ваших экранах. Да, Сергей Михайлинга также из Москвы. Ну, правда, помоложе он, заметно помоложе своего визави. И 34 года исполнится в этом году. Ему сейчас 33, но вот на 23 года моложе. Ну, то, я думаю, нашлись у них общие темы для разговора. Кстати, сказал, что на дневную часть Баткуль наденет белую футболку с длинным рукавом и тайцы. Это обусловлено тем, что, возможно, солнце будет ему сильно припекать. И пока не знаем, мы какой будет погода. Рано утром, думаю, увидим. Но что творит Валерий Константинов? Посмотрите. В 8 часов 21 минута он уходит из транзита. В 8.21.30. Ну, а зашел он сюда, в транзитную зону. Сейчас мы скажем вам точно, благодаря сервису от Russia Running Live.RussiaRunning.com вы тоже можете посмотреть все в практически прямом режиме. Ну и вот... Немножко прошелся он и начал бежать. Великолепное выступление. Одно удовольствие наблюдать за этим упорным, фанатичным любителем ультрадистанции. Одним из самых опытных, наверное, ультрадедушка, я бы так его назвал. И ответим, что менее двух минут провел в транзитной зоне Валерий Константинов. Один из лучших результатов дня. Потрясающе. Это, фактически, второй результат на данный момент. Порядка, может быть, 20 секунд он уступил в этом компоненте сегодняшнему лидеру Артему Сыстерову. Но и всех своих ближайших соперников он превосходит, наверное, с большим-большим отрывом. Константинов сказал, что надо терпеть. Это моя дистанция, 205 километров. Ну, а последние 5 километров о чем думать? Уже все предрешено, уже все, точнее, известно. На последних 5 километрах много не отыграешь. Первая десятка – это 100%. То, что он сказал, он точно окажется в первых десяти на финишах. Желаем ему удачи и терпения. Оно ему точно понадобится. Ну, а здесь, посмотрите, его ближайший соперник, с которым они практически одновременно прибежали в транзитную зуну. Сергей Михайленко из Москвы выбирает уже такой дневной наряд. Длинные белые рукава, длинные белые штаны. Как известно, белый цвет отражает. Солнечный свет, черный же его накапливает. И здесь вполне логичный выбор экипировки. Ну, вообще, кстати говоря, официально восход солнца запланирован на 5 часов утра по местному времени. Ну, вот через 2,5 часа уже солнце взойдет. Затем, кстати говоря, синоптики обещают еще и дождь. Не знаю, насколько это будет справедливо или нет, но как бы то ни было, тоже надо учитывать это, наверное, в выборе экипировки. Хотя у участников, которые бегут вот эту дистанцию, есть возможность еще заброску, так называемую, осуществлять на дальнюю часть дистанции. На 50-й, по сути, километр вот в районе озера Баткуль. И там, возможно, есть тоже какая-то дополнительная экипировка. Не знаю, дождевики, может быть, кроссовки, которые предполагают размокший грунт. Но у каждого участника уже будет возможность самостоятельно принимать решение. Ну, вот любопытные истории поделился Сергей Михайлинг в своей анкете. В принципе, не секрет, что во время длительных занятий спортом или же в данном случае ультрамарафонским бегом спортсмены напевают какие-то песни, вспоминаются мелодии для того, чтобы себя хоть как-то развлечь. И рассказывал Сергей, что как-то раз на тренировке он забыл слова первого куплета песни «Выйду ночью в поле с конем», что нельзя, кстати, подходит к данному моменту. Прямо сейчас он, правда, без коня, но выходит ночью-то и в поле. И 10 километров на протяжении практически 50 минут он тщетно пытался вспомнить слова этой песни, но психанул и позвонил своему другу, чтобы он ему подсказал. С тех пор звонит товарищ в любое время, если нужны слова очередной песни. А однажды на соревнованиях на ультрамарафоне Сергей бежал вместе с ребятами в группе, пробираясь по болотам, и предупреждали друг друга «ветка, ветка, ветка». В итоге фраза «ветка, ветка, ветка» была упруга, и с песней группы «Гости из будущего» повторялась в голове еще 70 километров на протяжении 10 часов. Вот такие навязчивые идеи могут поселиться в голове у ультрамарафонцев. Ну а сейчас на ваших экранах энергетические смеси, в данном случае одни из самых энергоемких. Вот такой смеси хватит на несколько часов бега. Это уже современные технологичные смеси, питательные. Именно на таких смесях выступают одни из лучших спортсменов во время веломногодневок Tour de France. Как раз-таки вот это спортивное питание помогло Кристоферу Фруму выиграть один из горных этапов прошлого Tour de France. Ну а на очереди еще два участника. И посмотрите, бегут они в одном и том же темпе под номерами 51. Станислав Старков и его коллега под номером 75. Да, Станислав Старков из Санкт-Петербурга. Ну а номер 75 – это Андрей Груничев из Московской области, город Химки. Тот самый Груничев, который во время подготовки к Эльтону Ультра Трейл пробежал 724 километра. Давайте послушаем, что он говорит. Все так, как задумал. Даже лучше. Немножко тяжелее. Ну, вообще, все огнем. Ветер не мешает. Ветер? Нет, только помогает. Вы что будете? Горячий бульон? Привет. Привет. Как впечатление? Отлично. Немножко подуло сначала. Мошки немножко покусали. А так в целом... Не, спасибо. Все в порядке. В целом круто. Потом вроде легче стало. Потом это когда уже легче стало? После 70-го километра. То есть дальше совсем легко пойдет, думаю? Походу так. Не, не, спасибо, спасибо. Попить водички, если можно. Кока-колы, а нет, да, водички и кока-колы. Все нормально, экипировка не подводит? Нет, экипировка отлично, ничего не натер. Все в порядке, вообще супер. На заброску рассчитываешь? Да, сейчас перезальюсь. Меняешь, да, сейчас? Да, 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 как раз. Можно передать привет кому-нибудь? Привет городу Лабытнанге, Кудрово и Кирову. Спасибо за поддержку, ребята, всем. Супер, удачи. Спасибо, спасибо. Восемь. Да, 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 Денис, это я про себя. Ну что ж, передает привет, видимо, своим родным регионам. Лабытнанге, Кировск и так далее. Хотя представляет Санкт-Петербург сейчас. Станислав Старков, а вот мы встречаем здесь Дениса Юзматова. Представителя, между прочим, Волгоградской области. Город Волжский. Как самочувствие? Горячий чай. Неплохо для человека, пробежавшего 87 километров. Нужна обезболивающая какая-нибудь, врачебная помощь. Нет, нет, спасибо. В этой транзитной зоне мы помогаем наших бегунам всем, чем можем. Тепло, водой, едой, моральной поддержкой. По плану идет? Да, пока все хорошо. Какие-то интересные новости с дистанции? Погода идеальная. Ветерок легкий, температура отличная. Если дождь сильно не польет, то вообще красота. Ночь не смущает? Нет, это мои любимые. Хорошо, удачи. Супчик, супчик. Ну что ж, как пел один известный рок-музыкант. Я люблю ночь за то, что в ней меньше машин. Ну и вот здесь действительно машин мало в пустыне, собственно говоря, ну или в полупустыне, вот здесь вот в районе озера Эльтон. Ну и любит ночь здесь тоже участник из Волгоградской области. Естественно, что за него, я думаю, особенно переживают зрители телеканала Волгоград-1. Ну и Денис Юматов представляет город Волжский, Волгоградской области. Ну что, в прошлом году он уже участвовал здесь на дистанции 42 километра. Успешно финишировал этот забег. Дважды участвовал в ультрамарафонских забегах в сентябре 2018 года в 12-часовом беге. И зимний ультрамарафон уже в этом году. Но, несмотря на то, что он сам отмечает, что он не такой опытный, как тот же Валерий Константинов в ультрамарафоне, но пробежать длительную тренировку 50-60 километров для него обычное дело. Ну что, еще один участник приближается к транзитной зоне. Отмечается... Это номер 41, Андрей Ефимов из города Москвы. Сейчас попадает он действительно в объятия волонтеров. Очень-очень заботливые ребята и девчата из группы. Ну и вот, что скажет Андрей. Отлично. Горячий чай бульон. Бегущий фонарик не после этого следового. Мне нужно с вазелином смазать все. Девчонки, сейчас дам. Ну что, в 2018 году Андрей Ефимов уже финишировал на 100-мильной дистанции. Здесь на Этоне. Следом за ним спортсмен подавил 64. Липопытно будет посмотреть на прогресс. 64 номер Дмитрий Недошитов. Сегодня мы уже показывали его рюкзак. И вот теперь мы можем этот рюкзак увидеть уже на плечах у Дмитрия, который приехал сюда из Нижегородской области, из села Спасское. Ну что, все жарче и жарче. Интереснее. Посмотрите, как захвачены процессом волонтеры, члены команды организаторов. Ну, Ефимов в том году был 18-м, сейчас идет на 11-й позиции. Послушаем, что говорят участники. Все хорошо. Сначала было маленько трудновато, сейчас нормально сбежался. Дальше как планируете? Ну, в таком же темпе, где-то по 6-10 километров. Ночью бежать нормально? Да, я привык, в принципе. Не холодно? Нет, не холодно. Экипировка не подводит? Нет, все отлично. Давай, я сейчас все налью тебе. Давай, давай, давай. Я вижу текущий фонарик. Итак, текущий фонарик. Номер 39. Почти. Сидоров. Сергей, дистанция Лос-Лэнш-Курля. Дверь, пять, пять, пять. Да, Сергей Сидоров, как объявила наша ведущая, представитель Ростовской области. Это город Новочеркасск. Он сейчас вбегает прямо вот в эти секунды в стартовую зону. У него получается 13-я позиция на данный момент. Да, 8 часов 32 минуты ему понадобилось. Напомню, что 10,5 часов лимит времени на преодоление первой петли этой гонки. 84 километра. Пару слов о гонке. Удовольствие такое. Хочется бросить и лечь спать. Но надо бежать, получать удовольствие до конца. Но спать хочется. Спать хочется. Ночью сложно? Ночью. Да не, но не сложно, нормально. Никаких проблем не возникает? Нет. Какая плотная борьба у вас. Очень много спортсменов. Ну, да, друг друга обгоняем. Где-то дольше отдыхаешь, кто-то обгоняет. Если не отдыхаешь, то значит ты и обгоняешь. Вот такая, как бы друг друга. Хорошо. Много отдыхать планируете сейчас? Да нет, сейчас чуть 2-3 минуты и дальше. Спасибо. Удачи на гонке. Вам тоже, значит. Спасибо огромное Сергею Сидорову и, конечно же, нашему корреспонденту в стартовом городке Кириллу Цветкову. И посмотри, как семья заботится, видимо, о своем капитане сборной. Внимательно спрашивает, что ему хочется. Вот эти бутылки Сергей внимательно изучает состав. Ну, что же здесь? Здесь увлекается триатлоном индивидуальный предприниматель из Ростовской области под стартовым номером 39. Ну, а здесь великолепная живая картинка с флагами. Приветствует каждого, кто прибегает на промежуточный контрольный пункт и финиш. Первый, практически третья дистанция, уже даже чуть больше. Еще один участник, любитель велогонок, судя по его стартовым джерси. Ну, здесь задние карманы, я думаю, предопределили выбор экипировки. Представитель Москвы Максим Князев сейчас вот появляется тоже в стартовом городке. Ну, он отыграл одну позицию. Отметим, он был 15-м на отсечке 48 километров. Сейчас он 14-м вбегает сюда и послушаем, что он скажет. Отлично. Спасибо. Чувствую, есть проблема, гидрант порвался. Что мы можем сейчас делать у тебя? Я даже не знаю. Я уже 50 километров на воде от него бегу. Пошел, порвался километр. Давай, давай сначала... Чего, порвался? Да. У дрылочки, если... Даже не знаю. Портфель какой-то, блин, намутит. У тебя какая-то... Порвался гидратор. У Максима Князева это специальный мешок, куда можно залить жидкость, в данном случае воду или изотоник. И пытаются сейчас выйти из этого положения, подобрать какой-то подходящий вариант. И такое случается. Но здесь нужно быть готовым ко многому. Экипировка это еще одна, вторая дисциплина трейл ранинга ультрамарафонского. И здесь самое главное, наверное, не сломаться психологически. Потому что главная проблема в таких вот случаях, это именно то, что начинает голова отдавать не те приказы, что называется, телу. И да, это неприятность, безусловно. Но нужно ее преодолеть, не думать об этом, ментально быть твердым, как скала. И тогда уже можно будет и придумать какую-то замену, ну и в том числе, ну в конце концов, можно же и бежать на пунктах питания. За счет того, просто останавливаться чуть подольше, может быть, каждые 10 километров примерно находятся пункты питания. Ну и можно брать вот с собой бутылочки с водой, мягкие вот эти бутылочки в специальных трейл ранинговых рюкзачках. Ну, желаем удачи Максиму справиться с этим, с этой непростой ситуацией. Ну, вот так вот такое получается. Здесь лично, насколько я понимаю, это, по-моему, был Андрей Кумик, пытается решить проблему Максима Князева. Ну и вот они, лица героя, 84 километра в ногах, невероятно, и готовы бежать дальше, покорять дистанцию, преодолевать сотни километров бегом. Подумать только, ну, сталкиваются и с такими проблемами. Здесь сообща, я думаю, найдут подходящее решение. Уже 50 километров он бежит без воды, но стоит отметить, конечно, несмотря на то, что гонка практически автономная, все-таки пункты питания, пункты массажа присутствуют на дистанции, это необходимость. И, конечно, помимо безопасности еще и вопросы здоровья участников, этому уделяется большое пристальное внимание. И это правильно, и посмотрите, пытаются решить по-прежнему организаторы проблему Максима Князева. Он немного растерян. Видно, что не в самом лучшем расположении духа находится «Москвич». Действительно, не сломаться. Вот этот кризис в данном случае возник из ниоткуда, да. Вот какая-то проблема с экипировкой, может быть, из-за излишней тряски. Но, я думаю, рядом же есть же и точка спортмарафона, где можно подобрать рюкзак. Возможно. Я думаю, можно выйти из этого положения, но посмотрите на Князева. Он разбит. Это факт. Ему нужно собраться силами, настроение у него сейчас на нуле. Что нельзя сказать про его конкурентов, которые находятся рядом. Предлагает ему попить, но такое бывает. Это спорт. Такой непредсказуемый. Это не бег по стадиону, где ты через каждые 400 метров встречаешься с трибунами, где тебе не нужен никакой гидратор. Но, с другой стороны, у Князева, судя по его экипировке, достаточно опыта в разнообразных гонках. И, может быть, мои слова о его эмоциональном состоянии все-таки не отражают в действительности. Ну, а у нас свежие новости. С дистанции. И таким образом, когда у нас сошел уже лидер... Дистанция 84 километра, да. Юрий Тарасов новым лидером сейчас становится Артем Зыкин. И это тоже небольшой тоже сюрприз, потому что на второй позиции у нас был Егор Ручников, как мы знаем. Егор признавался, да, что он приболел перед стартом, что с ним довольно часто случается. Такой злой рок навис над Ручниковым. Ну, в этот раз начал он довольно бодро. По 417 до 48 километра. Бегал он уже из 100-километровой гонки. Ну, что ж, любопытно. Артем Зыкин выходит вперед. Да, меняется ситуация в гонке на 84 километра. И занимавший лишь третье место Артем Зыкин становится сейчас лидером по той информации, которую мы получаем с дистанции. Остается сейчас чуть больше 10 километров, судя по всему, Артему Зыкину преодолеть. Ну, и, в общем-то, в течение часа, наверное, а может быть и заметно быстрее, мы уже будем здесь встречать победителя. Правда, вот изначальные прогнозы были такие, что, может быть, даже и раньше это случилось бы. Итак, участник эстафетной команды. Эта команда, те самые бегущие мишки, бегомишки, Running Bears. Сергей Силов сейчас появляется здесь. И он передает эстафету Василию Скворцову. Но, обращаю ваше внимание, что это та самая команда, которая лидирует в зачете смешанных команд, потому что у них в заявке на третьем этапе девушка Анастасия Ручьева, которая отправится на дистанцию уже после того, как пробежит 100 километров товарищ по команде Сергея Силова Василий Скворцов. Ну что, Силов здесь получает заслуженную медаль фенешера. Свою часть работы он выпустил. Свернул ни разу пару слов. Послушаем, что скажет Сергея. Это было прекрасно. Ну, ноги, правда, сводил очень много раз, а так все хорошо. Будем готовиться еще лучше. Бежали по плавам, все хорошо? Или догонять сейчас придется участнику? Ну, догонять, наверное, придется чуть-чуть. Ночью как бежалось? Звездно. Хорошо, спасибо. Сядьте сначала. Браво! Браво, говорят волонтеры, что отражает текущее настроение в стартом городке. Он уже теперь финишным для Сергея Силова. Сесть, выпить воды, никуда больше не бежать. 84 километра в его ногах. Теперь вся надежда на партнеров по команде. Ну, сказал он, что нужно догонять. Но, может быть, не знает он, что они лидируют в зачете смешных команд. Я думаю, эта новость станет приятной. Приятно удивит Сергея Силова. Но пока никто его не обрадовал. Ну, а что касается, например, чисто женского зачета. Вот у нас есть информация с трассы, что Елена Ямакаева, выступающая за команду Василенки или Василенки, сейчас возглавляет соревнование вот в женском зачете. Она, кстати говоря, опережает там, судя по всему, и всех девушек, которые бегут вот в личном зачете. Ну, и отметим, что Елена Ямакаева будет передавать эстафету сегодняшней имениннице. Уже вот 26 мая, наступило 26 мая и в Москве, и везде. И вот как раз-таки Любовь Адрова будет перенимать эстафету. У нее номер 1040, под номером 1039 сейчас пока бежит Елена Ямакаева. И она скоро появится здесь стартом в городке. Ну, и, может быть, даже удастся при удачном раскладе нам побеседовать с сегодняшней именинницей Любовью Орловой, которая, Любовью Адровой, которая прямо сейчас готовится к своему старту. Это команда Василенки, которая возглавляет в женском зачете вот эту эстафету Lost Lakes Relay. Ну, я думаю, дебют эстафеты уже можно считать состоявшимся. Участники многие уже прибыли на контрольный пункт, получили первые в истории этого соревнования, в истории семи сезонов медали эстафетного зачета. И дают старт вот этому начинанию. Если в этом году у нас 35 команд, уверен, что в последующие года здесь окажется намного больше вот этих вот дружин, которые сообща преодолевают дистанцию длиной в 205 километров. А посмотрим, чем нас удивят организаторы на будущих изданиях. И вот он уже теперь разгонный стартовый путь на следующий этап для участника 205-километровой гонки. По его скорости можно понять, что это тот, кто бежит все 205 километров в одного, вовсе не в эстафету. Участник забега Lost Lakes Ultra. Затерянные озера, сверхдистанция супермарафон, сверхмарафон, дистанция ультра, дистанция суперкосмическая, невероятная, непостижимая для обычных обывателей. Кто-то включает телевизор и не может понять, неужели 205 километров люди бегут. Да, действительно, сегодня уже 8,5 часов назад стартовали спортсмены. Обычные любители, это не какие-то профессиональные гонщики-легкоатлеты, это те, кто совмещают занятия и увлечения легкой атлетикой с обычной работой, кто успевает с утра потренироваться, иногда еще и вынуждены вечером совмещая тренировки в такой сплит-режим. Две тренировки в день, чтобы набрать необходимые объемы, для того, чтобы уверенно финишировать на дистанциях свыше 100 километров, нужно бегать очень и очень много, от 150, я думаю, километров, ну, 120, наверное, нижняя планка, пробегать за неделю. Да, конечно, недельный объем дает возможность мышцам и опорно-двигательному аппарату привыкнуть к постоянной нагрузке. Еще один... Тем временем участник эстафетной команды, и это Андрей Разинкин. И он будет передавать эстафету, кстати говоря, иностранному участнику. Это Андрес Данилевич, который представляет Польшу. Правда, живет он сейчас в Каталонии, в Испании. Ну, вот такая интернациональная команда сейчас отправится на дистанцию. И тем временем мы видим, что Андрей Разинкин получает медаль. Экипировка не подвела? Все отлично. Все по плану? Немножко заблудился, но нормально. Заблудились почему? С разметкой. По-моему, разметку сняли немножко здесь. На последних двух километрах. Немножко потонул. Спасибо. О, хорошая вода. Поздравляем. Спасибо. Это вам. Все прошло по плану. Коллеги не придется догонять? Я надеюсь, он, да, перегонит чуть-чуть. Добавит. Давай, сиу. Ну что ж, вот наш польский друг, представитель и Польши, и Каталонии. Вместе, между прочим, с… Коллега откуда? Коллега из Польши. У вас интернациональная полностью команда? Ну, два человека из России, один из Польши. Мы работаем в одной компании просто и собрали команду. Отлично. Спасибо. Понравилось. Хорошо. Ну что ж, действительно, я думаю, понравилось здесь всем. Ну и вот посмотрим, как понравится нашему польскому участнику Андресу Данилевичу, который отправляется сейчас на дистанцию 100 километров. И вот такая длинная дистанция, конечно, невозможно, наверное, без пауз. Но мы вот сейчас встречаем на этом этапе Андрея Дубравкина из команды Ultra Bacon and Eggs Running. То есть любят яичницу с беконом по утрам эти ребята. Ну а у нас, наверное, есть возможность сейчас тоже, может быть, кому-то перекусить. Нет, мы давайте послушаем, что скажет сейчас Андрей. Клевая гонка. А люди вообще просто безумные. 205 километров бегут. Просто вообще красота. Просто очень красиво. Все как планировали. Ух, какие моменты. Комментарии излишни. Я думаю, здесь Ultra Bacon and Eggs Running. Отличное название. Те, кто хорошо завтракают, потом проводят весь день полной энергии. Ну а здесь, наверное, лучшая иллюстрация того, как себя приезжают целыми парами, семьями. Продолжается постоянный вот этот финиш. Где-то промежуточный, где-то уже окончательный для участников эстапетного зачета. Ну а пока спортсмен, выступающий на дистанции Lost Lakes Ultra под номером 100. Михаил Мироненко из Алтайского края, из города Новоалтайск. Появляется здесь, в зоне. Послушаем, что он скажет. Как впечатление. Надо бежать весело. Да. Отлично. Все по плану идет. Ну, пока. Заказывает себе два стакана. Я не знаю, что это вода. Двое эспрессо. Все прекрасно. Ну, посмотри, здесь Сергей Овчинников, который начал довольно бодр. Все предлагают. Дальше темп будет, скорее всего, падать. Не, я не буду пить. Блин, извините. Немножко ахилл воспалился. Темп будет падать, видимо. Но мы же не сдадимся. Это главное. Настроение хорошее. Отлично. Отдыхай. Да. Мы не сдадимся. Отличный вивиз Сергея Овчинникова, который в том году был пятым, продемонстрировал великолепный прогресс. Но ультрагонки непредсказуемы. Ну, давайте под этим девизом мы возьмем небольшую паузу. Тоже мы не будем сдаваться. Но буквально на несколько минут мы прервемся. И уходим мы на рекламную паузу. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся на Эльтон. Отлично. Ничего не... Субтитры создавал DimaTorzok